всем привет у меня сегодня рейс в филиппины кларк я кстати ним когда не была еще в этом направлении я была в маниле это столица вот кларки я еще не упала так что впервые лечу в это направление и да это режим это рейс в режиме пандемии режиме короны так что они эти рейсы отличаются для нас и для пассажиров очень многим я на самом деле вчера готовила себе еду и в этот момент мне пришло сообщение о том что у меня рейс сейчас у меня резервный месяц и поэтому я достаточно часто получаю рейсы этому конечно очень рада вот буквально недавно сделала daily рейс это разворотный рейс в индию и сегодня у меня будет филиппины видео было записано еще в период пандемии здесь я вам хочу показать как я всегда закрываю замки в отеле так нас учила компания на специальных уроках безопасности чтобы мы закрывали в отеле комнаты и также при возможности ложили все ценные вещи в сейф период пандемии мы не могли выходить из номера и нам приходилось оставаться всегда в отеле обычно если рейс более чем четыре часа нам предоставляют командировку 27 часа и в каждом направлении нас заселяют в отеле очень хорошего класса достаточно безопасные и конечно же у каждого своя комната мы не делим комнату с коллегами обычно всегда у нас действует 50 процентов скидка на все услуги отеля спа процедуры также в каждом направлении нам выплачивают allowance это деньги которые компания дает на питание в каждой командировке обычно это была наличка в валюте страны сейчас это сумма которая добавляется в зарплату приблизительно рассчитать то сколько будет выплачен allowance том или ином направлении можно отталкиваясь от цен в меню отеля если например командировка длится определенное количество подразумевающее позавтракать пообедать и поужинать компания просто высчитывает сколько нужно будет чтобы принять вот эти три приема пищи экипажу и примерно столько нам начислять зарплату также важно понимать что зависимости от страны будет меняться валюта соответственно allowance то есть командировочные будут либо выше либо ниже приблизительно это где-то 500 800 дирхам добавляется к зарплате за питание в командировках также возможно интересным фактором для вас будет то что нам нельзя разглашать в каких отелях мы находимся в той или иной стране это делается в целях безопасности и еще компания не хочет чтобы мы писали публичные отзывы об отеле когда остаемся как экипаж но это совсем не значит то что мы не можем пожаловаться если вдруг нам не понравится что-то в сервисе того или иного отеля даже наоборот мы должны будем пожаловаться старшему бортпроводнику он сделает репорт оповестит об этом пилота и это обязательно дойдет до авиакомпании если таких репортов о отеле будет очень много то авиакомпания обязательно поменяет отель для экипажа делается это для того чтобы бортпроводники могли полностью отдохнуть восстановиться в командировке и оставались довольны тем как их обслуживают в том или ином направлении к сожалению не все отели находятся прям в центре города часто эта территория возле аэропорта но опять же все зависит от направления также парадокс в том что в самых экономически развитых странах отели бывают ниже класса чем в странах которые ниже уровнем возможно они даже и небезопасные считаются в таких странах у нас обычно лучшие отели и резорты нам пришло письмо о том что рейс задерживается это значит что у меня еще есть полчаса до того пока я спущусь вниз и мы всем экипажем поедем в аэропорт пожалуй самое классное и самое интересное в этой профессии это возможность увидеть весь мир приобрести бесценный опыт и познакомиться с культурами всего мира именно поэтому данную специальность называют dream job работа мечты но я хочу чтобы вы понимали что в первую очередь работа бортпроводником это сложный физически сложный труд а потом уже красивые поездки и путешествия спасибо за внимание и до встречи